Скажите, что мы дышим? Квадратик на четверочку и потом, как обычно, бросаемся в шуньяку, да? Или мы дышим сукхвея? Как вы думаете? Напишите, в общем, что вы хотите. 4-4-4 или 8-8-8? Быстренько напишите мне. Пока напоминаю вам, что мы делаем глубокий вдох, задержку, активный выдох животом, сжимаем попу в живот и делаем задержку. Вдох, задержка. Выдох. Полностью выдохнули и задержали дыхание. Да, на сон грядущий, про на ямочку, абсолютно правильно, чтобы хорошо спалось. Вдох. Задержали дыхание. Выдох. Сжали попу в живот, спинка прямая, задержали дыхание. Вдох. Открыли полностью, полностью, почувствовали, вот как кобра открылась у нас в животике. И верхнюю часть туловища погрузили на нее. Вдох. 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 Вдох, выдох, задержка, ровно на половинке, вдох, выдох, вдох, задержка, выдох, вдох, вдох, задержка, выдох, вдох, выдох, выдох, Вдох, задержка, выдох, задержали 8 секундочек, сжали попу, сжали живот, спина прямая, глаза, смотрим сюда вот так, на 8 секунд, молодцы, вдох, выдох, задержка на 12 секундочек, 4, 8, 12, вдох, вдох, расслабили лицо, плечи, руки, кисти рук, выдох, 16 секунд задержка, вдох, задержка, выдох, а ну-ка 20 секундочек, 4, 8, 12, 16, 20, молодцы, медленный вдох, сильно-сильно, и расслабились, глубоко-глубоко, а ну-ка на выдохе, полностью выдохнули, выдохнули, вообще, чтобы ничего не было, а ну-ка 24 секундочки, 4, если тяжело, сюда смотри, 12, еще пару секунд, молодцы, вдох, давайте посидим 8 секунд на вдохе, почувствуем глубокое-глубокое расслабление, чем сильнее напряжение, чем глубже расслабление, выдох, 12 секунд, вдох, задержка, выдох, вдох, вдох, задержка, выдох, вдох, 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 вдох Выдох, задержка, вдох, задержка, выдох, медленно глубокий вдох. И дыханием ха, выдохнули. И все, не лезем, пусть ваше тело вдохнелось. А вы находитесь в кевалику, в отсутствии желания души. Просто наблюдайте. Если вы покрылись испариной, вотрите ее в лицо. Вотрите вот так вот. Самое замечательное вообще, что есть. Благословение Махадева. Посмотрите, какой эмоциональный фон у вас. Что у вас случилось с эмоциями. Умиротворение. Теплота внутри тела. Что-нибудь и спать, аки-младенцы просто. Молодцы. Потерли ручки. Ладошки потерли, 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 потерли. Не открываем глаза. Ладошки потерли, потерли, потерли. И горячие ладошки приложили к глазам. Приложили, приложили, приложили. А, хорошо. Почувствовали, как тепло уходит туда, вглубь мозга. Да, замечательный такой рефлекс. Дети, когда мама их кормит сисечкой, она раз прикладывает ребеночка к груди. И один глаз обязательно у ребенка прикасается к маминой груди. И сразу у него сердечко перестает часто биться. Ребенок успокаивается. Опустили ладошки чуть-чуть ниже. Сделали такие лодочки над глазами. Открыли глаза. Уставились в темноту. Посидели, посмотрели в темноту. А теперь на выдохе. Медленно с выдохом открываем наши занавесы. Стараясь не моргать, смотрим на наш мир. Смотрим на цвета. Замечаем, какие яркие стали цвета. Суп-пур-вак. Мы когда будем делать с вами суп-пур-вак. Вот там увидите, как... Все, дорогие друзья мои, всем пока. Увидимся завтра. В общем, зайдите на Дискорд, напишите, пожалуйста, темы, лекции, которые вы хотите услышать. И я на выходных не смог связаться с Индией. У меня Гуруджи был в отъезде. Вот. Но на эти выходные, к этим выходным, я хочу все-таки договориться, ну, чтобы Гуруджи дал добро на сертификационный курс. Потому что я с женой его разговаривал, а это я хочу с ним именно поговорить, чтобы все-таки вы получили сертификаты. Пока, пожалуйста, соберитесь где-то в одном месте. Зайдите на Дискорде, попросите Блэкберда, чтобы он сделал там какое-то место, где вы запишитесь, чтобы мы приблизительно знали, сколько людей будет участвовать в... Вот в этой всей, значит, всем непотребстве. Значит, лекция огромная просто. Лекция здоровенная. Вот. Все я еще делаю, потому что я переводил ее на английский язык. С английского языка на русский. В общем, там сейчас у меня появились новые идейки. Я думаю, еще, может быть, недельку я еще повожусь с этой лекцией. За это время, пожалуйста, соберитесь. Мы потом поговорим, как, на какой козе подъехать к Суните, чтобы выпросить скидки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все, ребята, Хариум, какие-то вопросы есть? Нету. Вопросов нету. Все. Пока увидимся. Помните, вы абсолютно бессмертные существа. Я не тело. Я не ум. Я то, что контролирует мой ум. Я то, что заставляет мое тело проходить через огонь хатки йоги. Я тот, кто сейчас заставляет свое тело петь, резонировать минимум три часа в день. Понимаете? И лекция на английском. Да, лекция оригинальна была. Все лекции были оригинально написаны на английском языке, потому что это все было для иностранных студентов в Индии, которые приезжали в наш ашрам, и все студенты, которые приезжают в наш ашрам, у нас преподавание идет на английском. Плюс у нас еще туда приходят индусы, и в Индии все практически индусы, особенно молодые, они все разговаривают на английском языке. Я вам перевожу все на русский язык. Так вот, лекция воображения, она была на английском языке. Вот сейчас я вам ее сделал на русский язык. Точно так же я перевожу вам и статью, перевел вам и лекцию по йоге. Она изначально была сделана на английском языке. Точно так же лекция была у нас о... Кстати, мы так и не закончили вот эту вот лекцию. Лекцию под названием «Реальности». Как Платон... Как Платон? Как Платон там все. «Тебе идет шапочка с котиками». Да, я, кстати, нашел ее, ребята мои. Чего я перестал носить шапочку с котиками? Потому что я носил шапочку с котиками для того, чтобы работать с детьми. Вы же не дети у меня. Как только вы превратитесь в детей, запишетесь ко мне на семинары и будете ходить у меня, значит, заниматься, я тут же одену для вас шапочку с котиками. Все, ребята, увидимся завтра. Капли благовония. Да, кстати, еще, ребята, очень хочу вам сказать. Если у вас в вашем районе не продаются благовония, вот эти вот палочки, вонючечки вот эти вот, да, если у вас есть возможность продавать, там, договориться с какими-то магазинами, чтобы вот эти вот палочки для болговоний продавать, я могу договориться с индусской компанией, которая вам просто завод этот продаст. Я не думаю, что это будет стоить, там, дороже 5000 долларов. Вы можете реально купить завод и где-то у себя там во дворе, на заднем дворе дома спокойно производить вот такие вот палочки, которые потом зажигаешь, они там пахнут. В общем, давайте, собирайтесь на Дискорд, поговорим об этом. Все, всем хорошего настроения, всего, всем, всего, всего, всего. Помните, вы абсолютно бессмертные люди, мы одинаковые внутри, ребята, мы отличаемся умом, мы отличаемся языком, мы отличаемся нашим телом, мы отличаемся теми квалиями, теми ощущениями, которые живет в нашем сердце или там в круге пропора, но внутри нас находится наша удивительная самость, которая одинакова для всех. Мы бессмертные существа. Все, пока бессмертные. Всем увидимся завтра и в Дискорде пишите темы для лекций, которые вы хотите послушать. Вот, мы продолжим говорить о юге, мы продолжим говорить об электричестве в теле человека, елы-палы. Мы продолжим говорить о том, являются ли мы овцами и нужен ли нам паспорт, пастор. Мы будем говорить, будем продолжать говорить о гипоксии. И мы будем говорить о том, как сейчас наука современная чуть-чуть перекроила вообще понятие о нашей реальности. Вот, как сейчас наука видит реальность вокруг нас. Мы потом поговорим, как современная наука видит слои реальности вокруг нас. Я сижу, у меня вокруг меня реальность. Вот, какие тут вокруг меня слои и куда они там простираются, и в чем здесь ошибка, и в чем вранье. Все, всего хорошего. Увидимся завтра. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...